День спичек 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 Отлично. А вот ржаная мука, она ведь какая-то не очень, я так понимаю, липкая, да? В нее сложно будет приготовить? Нет, не сложно абсолютно. В ней нет клейковины. То есть это тесто, то есть на общее, оно пластилиновое. Пластилиновое. Да. А вот тут только ржаная мука или что-то еще? Да, вот свет какой-то зимноватый. В этом рецепте идет ржаная мука, немножко пшеничной муки первого сорта. И то, что я подсмотрела у бабушек. То есть если они делают сытные пирожки с начинками, то есть не сладкими, они добавляют в тесто. Сушеные травы. То, что здесь я и сделала. О, травы добавили? Да, в тесто добавлены сушеные травы укроп, петрушка и зеленый лук. И добавляем сюда грибы. Да, и начинку. Начинка у нас из сушеных подосиновиков. Ну, они как-то размоченные, сваренные или поджаренные? Они тушеные. Тушеные. Да, тушеные. И там, я смотрю, по-моему, тоже лук и какая-то зелень. Укроп. Укроп. А вот сладкая начинка у нас там что? Яблоки? Сладкая начинка это яблоко, клюква. И закиселена она овсяной мукой. Это тоже я подсмотрела у наших бабушек. А, закиселена овсяной мукой. Ну, желеобразная. По принципу овсяного киселя. Я думал, что там какой-то крахмал, а это круче. Это круче. В старину крахмала не работали. Наталья, а вот сейчас страстная неделя, да самая строгая неделя поста, вот все-таки в страстную неделю тоже можно. Это вот как раз и есть кушание для христиан, которые соблюдают тост, скоромное блюдо. А вот у вас еще тесто. Это что за тесто другое? А вот это тесто, да, оно для сладких пирожков. Оно такое темное, потому что здесь добавлена сушеная лесная земляника. Ну, похоже на гематоген, знаете, в аптеках. Вот прям я сейчас захотелась откусить. Ну, по-моему, земляника, она тоже богата железом, так что им гематоген богат железом, так что ты не ошиблась. А сюда мы что будем добавлять? Сюда. Принцип приготовления этого теста точно такой же, как и на ацетные пирожки, только здесь чуть побольше сахара нерафинированного, либо меда. Сахар все-таки можно. Да, да, нерафинированный. И, соответственно, зелень. А, вот видите, здесь сушеная земляника. Сушеная земляника, а ее нужно как-то измельчить в мясорубке или в блендере? Ну, сейчас есть кофемолки, сейчас есть много, да, бабушки ступками пользуются. То есть это... С ступками? Да, это вот тесто немножко... А вот для чего нам эти чашки, я думаю, все какое-то переменим. А водичка? Сейчас. Ага. Все будет. Это тесто немножко попозже. Так, хочется как-то поучаствовать. А кроме ничего себе, вот вы так интересно сказали, я постараюсь больше никогда так не говорить. Еще какой-нибудь шаблон нам сорвите, сломайте. А когда вас... когда вы какие-то... обычно вы говорите спасибо человеку, я бы советовала говорить благодарю. Благодарю. А, то есть вы благодарите человеку, и он отвечает либо во благо, либо во здравие. Во благо, либо во здравие. То есть, благодарим вас за мастер-класс сегодняшний. Во благо, либо во здравие. Очень интересно. Обращайте внимание, друзья. Это мы смачиваем, чтобы лучше слеплялось, да? Да, тесто более тугое, чем то, да. Вот таким образом мы делаем солнышко. И вот, скажите, вот, ну, выпекать, соответственно, нужно ставить это же, мы же в таком виде это не будем кушать? Конечно. На сколько? Вот. Где-то 20 минут 180 градусов духовка. На 20 минут 180 градусов. Спасибо большое за аппетитный завтрак. У нас в гостях был... А ты попробовать-то? Не хочешь? Нет, мы не будем сейчас травить наших зрителей, но выглядит это очень вкусно. Очень красиво. А сейчас смотрите, какой поднос. Да, это наши мастера. Ваше творчество, все. Вот вы молодец, на все руки мастерицы. У нас в гостях была специалист традиционной русской кухни Наталья Яковлевна. А еще заместитель директора областного центра народного творчества. Приглашаем на мастерские к нам. Спасибо большое. Спасибо большое. Надеемся. Добежим. День в истории у нас далее. Давайте посмотрим эту рубрику. Продолжение следует...